Акция «Помоги другому» Собранные одежду и обувь получат подопечные общества инвалидов и инвалидов-диабетиков, Центра социального обслуживания «Вера» и приюты Тихвинской Божьей Матери, многодетные семьи и ветераны. У многих из них уровень дохода едва ли превышает прожиточный минимум, поэтому им такая помощь просто необходима. Вышедшая из моды кофточка, ставшая маленькими детские вещи, все это может отправиться на свалку, а может обрести вторую жизнь. Сдать одежду для нуждающихся можно здесь, в кинотеатре «Искра». Ежедневно до 27 апреля с 15 до 20 часов. Можно приносить новую и бывшую в употреблении чистую одежду в хорошем состоянии. А вот обувь из соображения гигиены принимают только новую. Перебирая вещи, мы сталкиваемся с тем, что появляются вещи, которые действительно уже стыдно передавать в какие-то семьи. Если мы действуем искренне, мы действуем уже так, что приносим чистые вещи, чистые, которые мы уже не будем носить сами, но кому-то они еще пригодятся. За полтора дня акции уже принято и разобрано около 320 вещей. Организаторы считают это хорошим показателем, но надеются собрать гораздо больше. Тут и женская одежда, и мужская одежда, и больше всего детская. Но я думаю, что она и нужна больше всего. И у нас это разобрано, а не разобрано, приблизительно столько же. Но люди несут, несут, несут. Но мы надеемся, что поток этот не иссякнет вплоть по 27 апреля. И действительно, пока мы снимали этот сюжет, желающие отдать свои вещи нуждающимся, приходили один за другим. Детская и подростковая, скажем так. И тут тоже что-то мужское, и тоже такое подростковое. Спасибо вам огромное. А еще можно? Можно, еще всю неделю можно. Анна Белогрудова с дочкой и внучкой принесли несколько сумок с одеждой в помощь нуждающимся. Мы сами люди небогатые, поэтому понимаем, что кто-то может позволить себе хоть вещи. А выбрасывать тоже жалко, понимаете. Дети растут, куда девать. Естественно, мы ради бога с удовольствием отдадим. Отрадно, что многие жители Ленинского района с готовностью откликнулись на призыв принять участие в благотворительной акции. Ведь, как сказал монах Симеон Афонский, чтобы помочь другому человеку, не обязательно быть сильным и богатым. Достаточно быть добрым. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.